99% женщин на земле искусственно всегда бровки поднимают, рефлекторно сами кого не замечают, чтобы глазки были открыты. Так вот, когда ставят ботокс, нет, ботокс выполняет, понятно, парализуется часть мышц, и бровь встает туда, где она должна находиться. Ботокс вам не дает их поднимать искусственно. А вот это нависание хвост, которое есть, это избыток кожи, который формируется с мешочками во внутренних уголках глаз, который устраняется легко глифропластикой. Если сделать глифропластику верхнюю, я вас уверяю, хоть закалитесь ботоксом, вы никогда не скажете, что у меня упало. Делать глифропластику, имей сейчас такой фиксирующий ботокс, это возможно? Ваши глифопластики, да? Да, закнулся снова до головы. Сколько это реабилитация? 10-14 дней. Это то время, когда окружающим будет заметно, что там синий, отечный, ничего. Не будет никаких наглей. Я оперирую совершенно иначе. То есть у вас не будет швов, не будет ликопластыри, не будет бинтов, ничего. Тут находится тоненькая полосочка под прозрачным клеем. То есть вы даже не поймете ничего, что снаружи. Только синячки отекают. Мало не бывает, у меня всегда все по-самому маслу. Сомневаюсь. Вот мы с вами поспорим, увидите с вами после операции. Потому что отечность связана с субстратом. Ну, субстрат это жир. Ну, его чуть больше, чем должно быть в этой зоне. И когда этот субстрат чуть отекает, вы говорите, ой, я склонна к отекам. Как только уберем субстрат, этой склонности к отекам не будет, я вас уберю. Хорошо. Тогда я пошла записываться. Субстратом. Субстратом.